Дорогие друзья, с вами Владимир Самородский, ТОП-САД. Рад вас видеть снова в нашем саду ранчо-питомники. Наконец-то настало настоящее лето, июль показал тепло, которое все мы так ждали, и природа отблагодарила нас прекрасным урожаем. Сегодня мы говорим о черной смородине, ядреной. Ядреная, долго она нас приживалась, болела, потом мы научились делать зеленые черенкования, сейчас у нас более 8 кустов, и вот посмотрите, какой урожай в середине июля. Это обсыпная, просто обсыпная, такое ощущение, как облепиха, только не красная, а черная. И очень вкусные крупные ягоды, вкусные, поверьте мне, на вкус и на цвет мне очень нравятся. Надеюсь, что в этом провере есть исключение, что и вы с нами разделите это представление. Повторяю, мы научились клонировать растения, делать из них новые саженцы, причем они дают урожай зеленой черенкования на этот же год. Это был первый результат, который нас просто вдохновил. Итак, сейчас мы посмотрим с вами, какое количество ягод мы собрали вот с этого куста. И вот результат. Напоминаю, это смородина черная, ядреная. Получился результат. Ну вот сколько тут? Литров этот, 5-литровый, да? Нет, нет, 3-литровый. Ну пускай полтора литра, да нет, даже 2 литра черной смородины. Получилось у нас с одного куста. Так что ягода, сами понимаете, крайне желательна. И не только летом, но особенно зимой. Джемы, варенье и прочее, прочее, но не мне вам объяснять. Поэтому мы готовы с вами поделиться новыми результатами, новыми успехами. И саженцами. И саженцами тоже, да. Конечно, заходите на наш сайт, смотрите наши новые видео, новые решения, которые мы открыли с помощью его величества интернета. С вами был Владимир и Людмила Самородский. Здесь говорят правду о проверенных технологиях в саду, в огороде и кустах нашего будущего. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова